всем привет с новым 2022 годом ну что ж новый год наступил на дворе уже январь и поэтому в этом видео хочу показать вам как я оформляю мой ежедневник и как я его оформила на январь я оформляю его по системе bullet journal создавая мне необходимые развороты я пересмотрела множество видео с разными вариантами как оформлять ежедневник и если честно я расстроилась потому что я не умею рисовать а все-таки свой ежедневник хочется оформить красиво так чтобы самому было приятно поэтому если вы точно так же как и я не умеете рисовать но хотите оформить свой ежедневник красиво я предлагаю вам заварить кружечку чая или кофе и посмотреть мой вариант оформления возможно вы возьмете себе что-то на заметку ну что ж а мы начинаем и так как я уже говорила я не умею рисовать поэтому я выбираю какую-то определенную одну тему допустим в этом месяце у меня это будут еловые шишки и я просто их распечатываю на компьютере затем немножко под разукрашу и наклеиваю вот и все ну а теперь расскажу немножко про свои развороты и первый мой разворот это просто календарь который я рисую от руки и в котором отмечаю какие-то для меня важные даты следующий разворот у меня уборка на сезон на моем канале вы можете найти видео о том как я составляю план на генеральную уборку на сезон я ее провожу раз в сезон и сейчас она у меня началась в декабре в декабрь январь февраль здесь я уже расписала то что мне еще осталось убрать что не было сделано в декабре обязательно посмотрите мое видео о том как я составляю план на генеральную уборку на сезон ну а следующий разворот это идеи для видео для ютуба на моем канале я пытаюсь выпускать по два видео в неделю поэтому на месяц январь мне необходимо примерно 10 идей ну а следующий разворот это мои результаты в правильном питании как вы понимаете мой канал называется пп не только я придерживаюсь правильного питания и сейчас я нахожусь на снижение веса поэтому мне нужно следить за моими результатами это я делаю раз в неделю по понедельникам здесь у меня видите расписаны числа понедельника ну а также каждый понедельник я измеряю объемы груди талии бедра и также вес но и затем смотрю какой результат за неделю еще если как вы уже наверно поняли я очень люблю экономить время поэтому я составляю список завтраков на рабочую неделю то есть на 5 рабочих дней делаю я обычно это воскресенье отталкиваясь от тех продуктов которые у меня есть чтобы мне не тратить время утром или вечером думая о том что же мне приготовить завтра на завтрак я составляю себе такой план на 5 рабочих дней как например вы видите у меня здесь расписано каша овсяна блин омлет допустим творог и что-то еще и просто вечером я смотрю что у меня запланировано на завтра и уже знаю что я буду кушать возможно нужно что-то подготовить обычно кашу я замачиваю уже свечи ну а следующий мой разворот это разворот который идет со мной уже третий год на протяжении трех лет я поменяла очень много разворотов но этот всегда остается со мной потому что я считаю что этот разворот он очень необходим если мы хотим сэкономить наше время и это список одежды но для того чтобы немножко рассказать о нем я хочу вам сказать что обычно женщины тратят очень много времени выбирая что же им одеть завтра могут перемерить пол шкафа оставить гору одежды на кровати это не подходит то маленькое здесь тесно поэтому у меня есть вот такой список но для начала чтобы составить этот список мы должны с вами кое-что сделать сделать мы должны с вами расхламление убрав все что нам мало что не нравится что негодно и что мы с не носим тесная и оставить в нашем шкафу только ту одежду которая нам нравится которая нам годна по размеру по сезону оставляем только такое в нашем шкафу мы делали расхламление нашего шкафа там уже нету одежды которая не по сезону или которая мало или не нравится или не годна теперь в нашем шкафу осталось только то что нам нравится тогда мы можем приступить к этому списку в этом списке я расписываю одежду на месяц которую я буду одевать я знаю сколько раз мне нужно будет куда-то ехать на работу на какую-то встречу погода в принципе в течение месяца тоже не очень меняется то есть не будет что сегодня минус 10 завтра будет плюс 20 и поэтому легче составить такой список например я составляю что я одену бордовую блузку зная что это будет с черной юбкой черное платье и черная бетловка я знаю что я одену это с пиджаком и джинсами допустим и поэтому я знаю что вот этот список вот это мне нужно на следующую неделю если что-то необходимо погладить я это сделаю на выходных ну а также мне не нужно думать что же мне завтра одевать или тратить на это время утром я уже могу открыть свой список посмотреть что я завтра одеваю черное платье просто его достать и все но для того чтобы этот список работал вам в помощь мы должны помнить что в шкафу должна быть одежда только та которая нам нравится следующий мой разворот это доходы и расходы долго рассказывать не буду здесь я расписываю какие доходы за месяц какие расходы и в конце я делаю подсчеты ну расходы например в еде в бытовом там что другое какие то постоянные расходы это коммунальные и так далее ну и дальше уже идут развороты на неделю о которых я сниму отдельное видео чтобы рассказать вам как я веду эти развороты недели если вам это интересно то обязательно пишите в комментариях но и вот такое у получился ежедневник на январь обязательно вам покажу на следующий месяц как у меня будет на февраль ну и если вы так же как и я не умеете рисовать что не расстраивайтесь из всего есть выход и ваш ежедневник может получиться очень классным ну что ж всем до скорых встреч в новом видео пока